Песочная анимация – один из самых завораживающих видов искусства. Целая история с героями, лицами и сюжетом разворачивается на глазах зрителей. И все это при помощи песка и умелых рук художницы Марины Сагулиной. Посетители библиотеки на Некрасова, 18 смотрят песочное шоу, посвященное Дню Матери. После – мастер-класс для всех желающих. Дети учатся рисовать и исследуют материал. Это специальный песок для рисования, песок мелкой фракции, чтобы можно было прорисовывать мелкие детали. В том числе сегодня он был подкрашен специальным черным цветом для того, чтобы можно было графику на песке изображать более четкую. Редкий случай, когда шуметь в библиотеке разрешается. Все ради приобщения малышей к искусству. Приобщение детей к интересному, новому, прекрасному, к какому-то из видов искусств. Приятно, что инициативу проявили посетители библиотеки. В соседнем зале библиотеки – заседание японского клуба. Работает здесь уже два года. Дважды в неделю все желающие изучают культуру Японии, разбирают иероглифы и даже поют песни на японском. Делится знаниями о стране восходящего солнца библиотекарь Светлана Хохлова. Историк-востоковед какое-то время жила в Японии. Говорим о японской культуре, разбираем иероглифы, поем песни. Намечается постановка сказки «Репка» на японском языке. Для посетителей библиотеки – экскурсия в авторскую мастерскую. Декорировать предметы интерьера научит Маргарита Низкая. Здесь не только мы рисуем, мы здесь работаем и со шпаклевкой, и с гвоздями, и с шурупами, и с молоточками, и со всем инструментом. Поэтому интересно как мальчикам, так и девочкам. Занятия в японском клубе и творческой мастерской проводятся дважды в неделю. Вход свободный, ограничений по возрасту нет.